Украина требует гарантии безопасности здесь и сейчас. Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фокрасмуссон призвал предоставить Украине письменные гарантии безопасности, обозначив также путь к полноправному членству в НАТО без предварительных условий. О значении этого заявления и его вероятных последствиях Георгий Бовт. Развернувшаяся на Западе активная дискуссия на тему гарантии безопасности Украины приурочена к саммиту НАТО в Вильнюсе в середине июля. По большому счету конкурируют две точки зрения. Первую поддерживают саморешительные сторонники Киева в лице Польши, стран Балтии и некоторых других. Она в том, чтобы уже в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс, предоставив дорожную карту с четкими хронологическими и иными параметрами. Другая точка зрения, представленная Францией и некоторыми другими грандами Старой Европы, заключается в том, чтобы избежать в ближайшем будущем полноправного членства Украины в НАТО, но пойти навстречу чаянием Киева, сформулировав определенные гарантии безопасности. Опросы, проводившиеся на подконтрольной Киеву территории в конце прошлого и весной нынешнего года, показали, что за вступление в НАТО высказывается от 86 до 90% граждан Украины. В Европе настроения после года с небольшим военных действий остаются преимущественно проукраинскими. Более двух третей европейцев, по данным опросов Евробарометра, считают, что Украина должна присоединиться к европейской семье, когда будет к этому готова, в том числе вступив в ЕС и НАТО. По данным опроса, проведенного журналом Newsweek, около 55% американцев в той или иной степени поддерживают членство Украины в НАТО. Более половины считают, что защита Украины от России жизненно важна с точки зрения американских национальных интересов. Не согласны с этим не более третий. Впрочем, в Европе немало политиков, которые проявляют все же более осмотрительный подход. Так, президент Франции Макрон считает, что Украине, которая, как не без пафоса он говорит, сегодня защищает Европу, надо предоставить материальной и надежной гарантии безопасности. Что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством в НАТО. Из идущих сейчас дискуссий непонятно, как сторонники скорейшего членства Украины в НАТО видят имплементацию гарантии безопасности до этого момента. Не формулирует это четко и Киев. Применяемое Макроном в сравнении с Израилем заведомо хромает, поскольку в военном плане Израиль превосходит своих наиболее враждебных соседей, что снимает вопрос об отправке войск стран-гарантов ему на помощь. Часто употребляемый пример разделенной Кореи может подходит больше. Его теперь часто приводят сторонники замораживания конфликта. Однако, во-первых, идея замораживания конфликта отнюдь не популярна в Европе. Там предпочли бы решить вопрос раз и навсегда. Во-вторых, важным элементом стабилизации корейского статуса ни мира, ни войны является присутствие на полуострове 30-тысячной группировки американских войск. Так что любое замораживание украинского конфликта почти автоматически будет подразумевать развертывание инфраструктуры НАТО на ее территории. Так или иначе, но бывший генсек НАТО Фок Расмуссен вбросил важный тезис, согласно которому промежуточные гарантии безопасности Киева до момента принятия в НАТО, что на сегодня в Европе представляется безальтернативной перспективой, мог бы дать ввод на Украину войск одной или нескольких стран Альянса. Вполне реально, что обсуждение практической реализации такого сценария состоится уже в этом году. И еще один важный момент. Ход дискуссий на Западе показывает полный отказ от концепции единой и неделимой системы безопасности в Европе, как она была сформулирована еще до окончания Холодной войны, исходя, видимо, из того, что Россия должна улететь куда-то на Луну или даже дальше.